Сегодня в соответствии с решением Государственной Думы правительством будут внесены поправки ко второму чтению проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Поправки подготовлены с учетом обсуждения закона проекта в первом чтении со всеми фракциями Государственной Думы. Среди них 1. Сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР. 2. Предоставление полномочий Министерству здравоохранения установления срока действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки. 3. Возможность получения военнослужащими и приравненными к ним лицами сертификата с соблюдением необходимых требований защиты их данных. На этой неделе мы докладывали президенту страны Владимир Владимирович Путину о ситуации, которая складывается в мире с распространением штамма омикрон, о его высокой контагиозности, а также о тех тревожных тенденциях, которые уже проявляются и на территории Российской Федерации. В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне, превышающем 20 тысяч. Сегодня уже 23 820 случаев. Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как меры реагирования на распространение штамма дельта. Сейчас будут новые вызовы. Поэтому правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении.